Твое Gigi Combo ждет тебя в KFC. Смотри, не слейся. Купон вы можете найти в описании трансляции. Ну, а нам, друзья, предстоит увидеть еще одну карту сегодняшнего, крайне продолжительного дня. Первого дня, отмечу. Мажор, который проходит в Китае. Что же, господа, ох, мне уже даже больно поворачиваться к вам. На самом деле, да, на моей старости радости. Ну, нет, 30 лет это уже, да, я понимаю. Да, серьезно, разваливаться начинаю потихонечку. Но не обо мне сейчас речь. Не обо мне сейчас речь, друзья. Поговорить нам просто необходимо про IG и команду, их оппонент. Вичи Гейминг. Вичи Гейминг, как говорит Ярослав, и на самом деле просто Джереми Шторм. Да не могу я избавиться от этого. Все, это Вичи Гейминг. Ты сам заразил меня этой мыслью, но все же. По прошлой игре, как вам вот это изобретение от IG? Все-таки получилось достаточно мобильно все уходить. Да нет, это ватный и вафельный пик, который должен проиграть Soul Knight Stalker на самом деле при нормальном исполнении. Другой вопрос, что они так сильно залили все начало, что было очень тяжко. Ну и потом, опять же, я говорю, они могли выиграть эту игру в любой момент. Скажут, там было несколько периодов, когда у байбеков нету половины героев. А у вас есть что? У вас есть целая, как бы, большая такая, сложная, но комбинация. В нее входит кто? Одесс с Блинком и Хексом? У него был Блинк? Хекс точно был. Я не уверен. Ладно, Одесс с Хексом. Knight Stalker с Блинком и Неллифайером и БКБ. Ну, короче, большой Knight Stalker и Hook. Вам нужно... И да, есть пуш, вам нужно что сделать? Вам нужно просто напасть на одного героя из-за Disabled Oracle. Это может сделать Knight Stalker. Он делал-то часть драк, а часть драк не делал. Понятно, Oracle с Блинком играл, он стоял далеко. Но Knight Stalker, включенный ночью, он увидит слишком далеко. Скорее всего, Oracle попадет в его, так скажем, поле зрения. Его нужно просто убить. Далеко не всегда это было. Далеко не всегда это было. Они иногда играли излишне аккуратно. Начинается драка. Кстати, у меня еще вопрос был в половину игры. Почему они верхний шайни не сломали? Вот они вот так и не сломали. Из-за этого всякие драки на Рошане, драки вообще в том регионе были для них не очень удобными. Потому что туда всегда можно телепортироваться. Короче, не доиграли ребята из Джереми... Джереми Шторм, да? В этот раз не перепутывал. Не доиграли. Я хотел теперь их Тандр назвать, на самом деле. Не доиграли. И я думаю, что не доиграют и во второй раз они тоже, скорее всего. Потому что IG просто выглядит как более... намного более сильный коллектив. Вот. Но с другой стороны, если Джереми Шторм все-таки победят, сегодняшний день может стать днем американской Доты. Потому что в параллельном матче ЕГЭ уже выигрывают 1-0. Team Liquid, нынешний их состав. Не напомнишь, как дела у Пандас? Хорошо. Они на третьем месте в своей группе. О, это не так плохо. Нет, это так, но я про то, что не вся американская Дота так хороша, как американская Дота группы С. Там Энви. Ну это особенный представитель. Ты бил, кстати, его новую татуху? Это не его татуха. Тем более. Это кто-то набил. Я уверен, что это фотошоп или инстаграм. Но плюс все-таки четко. Обнаружен единственный фанат Энви. Не, у Энви в какой-то фанатах. Ты чего? Даже здесь два стоят. Ну, три, я надеюсь. Возможно, возможно. Иначе там вот еще два сидят. Ну, кстати, там никого нет. Ладно, Энви мемный. Но, по крайней мере, он всем полюбился. А тут и временный пик. А теперь Борф Шейкер. Прям у Штормов? Ну, мы увидим какую-то ответку. Просто мне понравился именно концепт банов против Борфа Шейкера. Это Войт и Пак. Это вот так вот они решаются. Именно эти герои являются ключевыми при борьбе с этой комбинацией. ОД и Пак. У нас так вот выглядит. Да, сори тогда. Но все равно. Ну, видишь, Пак их действительно в прошлой игре сильно покусал. Сильно покусал этот... Пак сильно покусал тем, что он пришел на мид и в соло там делал какие-то грязные вещи. Что ОД убьет, то еще что-то. То есть такого вообще быть не должно. Но, нет, ему немножко помогала Мирана. Но, видишь, он хорошо играет. Он чувствует героя, очень круто. Все грамотно делал. И он действительно весь старт игры-то сделал. Ну, вместе с Мираной. Вот они вдвоем. Так что решили просто убрать. Но они не в курсе. Но вообще у IG этот же парень играет еще и на Квиннов Пейн точно так же. Тоже с Дагоном Пятым. И на Пугневича. Точно так же с Дагоном Пятым. Возможно, он только Дагон Пятый собирает на всех героев. Но вообще Эмма в целом хороший мидер. Его даже Сумаил как-то выделял. Кого? Эмма. А давно у нас мнение у флейнеров имеет рест. Ну ладно. Сумаил вроде уже сжи саппорт, нет? Я такой. Сумаил. Сумаил взял, по-моему, перерыв. Перерыв, да. Он спросил, сколько-то, 2-3-3. В принципе, он топ-1 ладер американского на саппорте и топ-2 на коре. В принципе, он и то, и другое. Он все пять ролей играет. Взял прерыв, чтобы немножко в доту поиграть. Ну, понятное дело. Между прочим, некто Себастьян так сделал дважды чемпионом мира себя. Взял прерыв, поиграл в доту, взял топ-1 лейтинга, стал тренером. И потом поехал на лайнд, выиграл его. А потом еще раз. Какого-то чела из команды. В ЕГЭ. Сел вместо него. Ну, молодец. Отправил их в ЕГЭ отдыхать. Все так. Это страшный план Себа. Я уверен, он крайнюю книгу напишет, где выяснится, что он все это планировал. А здесь тем временем... Называется она будет «Моя борьба» или как? Проторенная дорожка. Очень опасная книга будет от Себа. Всякая может быть, не знаю. Но я бы почитал. Не факт, что я на российский язык переведу. Скорее всего, нет. Я веду. Я француз, если что. Оу. Ну, ты француз. Ты понял. Это хорошо. А тут темпларка в этом времени. Поехала. Но темпларка, ну, как сказать, рановато. Ну, всегда рановато. Рановато, наверное. Потому что был период... У них же у вас пик. Кого? У IG. Ну? Ну, и поэтому вообще видно рановато. Да. Был просто период, когда темпларку некоторые команды, скажем, это были Na'Vi, пикали там вообще на первый пик практически и выигрывали игры. Потому что у него чуть ли нет контрпика в миде. Не было, точнее говоря. Если игрок реально суперкрут, то ничего им там не сделать. Но сейчас темпларку довольно сильно ослабили. Многие вообще говорили, что ее никогда больше не пикнет никто. Но продолжают пикать. Она, в принципе, продолжает что-то делать. Но когда ты ее пикаешь вот так, могут в мид взять героя, который неплохо против нее отстоит. Накидываю варианты. Шторм, например. Так. Ну, есть еще варианты. Хорошо. Я же не нидер. Не, ну одного героя уже неплохо назвал. Ну... Не подходящего, но неплохо. Нет. Так Шторм — это хорошая игра про стандарк. Не знаю, у него нет какого-то хорошего варианта забить быстро. Ну ничего тебе не надо забивать. Просто фарми. Чел, задача — просто фармить на линии. Ты ничего не понимаешь. Есть одна команда, которая это хорошо делает. Кто? Бист Коус там. Крис Лак на этой темпларке всегда себе фарм вывозит. Всегда с предметами. Всегда боевой. Проигрывает или выигрывает? Ну, по ситуации. Ну, когда как? Сегодня проиграл. Те неплохо получилось. В общем, посмотрим, как Шторм это дело перевернут, вывернут. Будут ли они что-то пытаться сделать. Я понял, почему ты предложил Шторма. У тебя нативно перед глазами был этот герой. Ну, конечно, ты думал. Ну, а это всегда может сказаться Хускар. Оп, оп, оп. А вдруг Бруда? Ну, Хускар, кстати, хороший вариант. Бруда тоже. Неплохо, но уже есть так. Нет, Хускар — это отстой. У нас сегодня была уже игра, где тоже появилась Бруда, но не на закрывающую 22-ую. Ее вроде там Шейкером закрыли, если я правильно помню. Нет. Не Шейкер, а Нагой Сирены. Да, и в итоге там получилось прямо здорово. Шейкером это на перемощеке было. О, Андерлорд. Это, кстати, Мид может быть Андерлорд, если что. Мид Андерлорд. Знаменитый. Лучится, кстати, неплохо. В Простенпарке вот эти ребята шарят. Ну, а также это может быть и Оффлэйн Андерлорд. Хотя, с другой стороны, зачем ставить Оффлэйн Андерлорда, если можно поставить и в Мидово? Правильно? А в Оффлэйн взять... Ну, возможно, потому что ты хочешь под Морфа и Шейкера иметь боевого с Аганимом, с Даггером и всем прочим. Типа слоты нужны, деньги нужны. Да, я просто имею в виду, что мне не очень нравится вообще Оффлэйн Андерлорд, если честно. Как по мне, это какой-то пик, как правило, если нужно от чего-то обороняться или типа того. Не то, чтобы тут прям есть такая надобность. А вот в Мид ты такой приходишь, огонечек закинул, динаешь, ты Мпларк угоняешь, все тебе по кайфу. Жить в кайф, короче говоря. Хорошо, но видишь, забанили Амберспири, то есть сами IG думают о том, что это будет... Ну, думают, что он Оффлэйн. Именно Андерлорд Оффлэйн, значит, это Шейкер будет... Ну просто, если он Оффлэйн, если он Оффлэйн, то у них вообще вот пока Морф не купит Аганим и Шейкер не купит Блинк, им вообще драку нечем начать. Это проблема. Для этого у них есть какой-нибудь пуш, сейчас еще какой-нибудь герой со спаумом возьмут в центр, вообще будет хорошо. Ну, нет, может быть, это все как бы можно делать, можно и так играть и по-другому. Например, Снайпера. Ну ладно, это умеет Андерлорд, Мастер Оффлэйн, звучит странновато, но в дружестве все на Морфа играют, всеми силами будут выкачивать этого персонажа, и вроде как идея рабочая. Но теперь ты знаешь лайнап, можно подобрать героя в легкую. Ну, хотелось бы немножко поддавить, помешать, скажем так, таймингом этого самого Морфа, и так далее, но не так просто поддавить пик штормов. Не, ну вообще есть Некрофос в легкую, который потом, может, это обе смастера вообще в соло можно оставлять, вывозит просто на ура. И он краски-темповый, и он все это сделает, и против Морфа что-то есть, чем ответить. Ну, это дровка, ну ладно. Это дровка. Краймер у него есть саленс. У него есть саленс, но у них есть типа с контра. Всему в виде акса, который просто когда-то покупает даггер, влэдмейл, и там Морфа съедает, ну ура. Ну, кстати, дровка это прикольно. Не знаю, то есть знаешь, в такой ситуации, ты сидишь смотришь, и вот там морф в шейке. Ну, как бы ты не хочешь думать больше ни о чем. Ну да, есть. Это есть такая проблема. Ну, лево у нас не на таймере, нет, случаем. Да? Не на таймере пикс лево у нас получается. Да нет, там дровка. Да нет, дровка очень сильная будет. В любом случае, ну как бы в любой стадии игры, в поздней, она все равно будет очень сильной. Просто стауры даешься, и у тебя постоянно линии там давят, ты что-то хотя бы себя отлично чувствуешь. Ну да, потом там как бы будет период, когда там, скажем, Морф купил БКБ, у дровки проблемы, но потом, если этот период заканчивается, у Морфа 5 секунд БКБ, Морф получает Сайленс от дровки бесконечной, по факту, и все. Ну, то есть, тяжело поставить, но мне IG понравились гораздо больше, именно как они играли. Мне кажется, что они и здесь сейчас, какая-нибудь бешеная темпларка выползет, в итоге просто с перефармом, и всех побивает, и все. Принято. Я попробую на Джереми Шторм. На Джереми Шторм. Поверил в них после первой карты. Это принято. Осталось введить коэффициенты от наших партнеров в париматч. Давайте взглянем на них. Матч-winner. 1.08 за IG и аж 7 за Джереми Шторм. Передаем слово нашим комментаторам, которые вновь готовы к не самой быстрой игре, как я подозреваю. Почему? Я не знаю. Мы готовы и к быстрой игре, и к не самой быстрой. Мы готовы к любой игре. Мы ко всему готовы. Не первый раз в эфире, как бы, не важно, в общем. Какая бы игра ни была, к всему готовы. Возможно, последний раз в эфире. Поэтому мы готовы ко всему, к чему угодно. Короче, дровка, темпларка. Вот темпларку я запомнил отлично. Я уверен, что не только я, а многие запомнили отлично от... От кого? No tips, пишет Эмма, и ему просто закидывают сразу. Nice bite, nice bite. Забайчина, да. Плюс 150 осколков. Короче, темпларку от Эмма запомнили очень хорошо. И оппоненты команды IG. Очень сильный и неприятный персонаж. Здесь вообще такой пик, который вот одна ошибка. У тебя пару героев убили. Пошли Рошана забрали. С дезолятором вышки поломали. Здесь реально есть хороший шанс не дать Марфу дойти до этого Аганима. Ну и, возможно, команда IG покажет, как контрить эту связочку наконец-то. Первый. За долгое время это будет первое поражение Марфа Шейкера. Во всяком случае, в тех играх, которые мне довелось покомментировать, может быть, где-то он проигрывает у вас в паблике? Или где-то еще на параллельных трансляциях? По-моему, в СНГ-регионе проигрывал, но там как бы исполнение было не самое лучшее. Да, вот именно на топовом уровне, там, где играют лучшие Марфа Шейкеры мира. Так, ну здесь у нас тоже все интересно. Центральная линия Андерлорд в исполнении Найна. В принципе, должен очень уверенно стоять. Против него темпларочка будет. Да, у Найна сегодня такие необычные мидеры. Но против темпларки хорошо. Фаерштурм кинул, рефракшн и снимаешь быстро. Но, опять же, все-таки темпларка, если хороший старт возьмет, она и в лес может уйти, там все равно много нафармить. И Андерлорд это, ну вот, вот темпларка приходит на какую-то линию, запрыгивает, там, дает удар и моментально минус герой. Андерлорд, что он приходит, такой тюфяк огромный. Ну, ауры будет собирать, там, пушить как-то. Ну, такой персонаж, там, если что, будет под сейф улететь. Всегда приятная опция для всей команды. Ладно, посмотрим. Тут у нас Фир уже поставил сентри. И три баунтируны забрали себе IG. Насколько я успел увидеть, одна достается в команде J-Storm. Просто Андерлорд, вот почему на мидера его так редко берут. Да и вообще, наверное, редко. Потому что огромный, неповоротливый тюфичельник, у которого нет ничего. Там, взять того же Кунку, там, ДК, у него хотя бы стан зацеп есть. У него зацеп появляется очень поздно. И не самый лучший, скажем так, что есть в доте. Ну, пока она неплохо здесь начинает. Раздамажил Эмма, заставил его поражать фласку уже. Прокачал себе пока что ауру. Все правильно. Ну и неплохо. Да-да, и подденаевает очень здорово против тембларки. Да, внизу флай-флай уже достаточно тоже битый. Загнали его под Т1, подальше от крипов. Тут репла все-таки у команды J-Storm. Неприятно. Пока что из саппортов только Огрмак находится на линии. Ну и по-хорошему Бист за это должен страдать. За то, что тут вот так вот втроем против двоих у нас играют ребята из J-Storm. Ну, Бист пока, да, Бист страдает 2-1 на 7-3. Там против Лины стоять ой как не сладко. Ну а здесь дровка будет просто терпеть. Она дает, будет давать ауру со второго уровня. Ей гораздо важнее быстрее получить шестой сейчас вообще в этом лайнапе. Потому что здесь все-таки трепла против тебя стоит, а ты даблой стоишь. Линия худо-бедно пушится, что-то ты получаешь уже неплохо. Да, вот супер. Сейчас Лина может апнуть второй, прилететь вниз. Это тот самый план Энесса легендарный. Вот она уже апнула второй. Пошли куда-то, пошли за Браксом. Так, Фиссура неплохо, кстати, отрезает Оле. Оле дает стан, но сам может не уйти. Еще буквально удар, и Фир забирает первую кровь. Да, по хб-размену не такой плохой. Бракс получает здесь стан, бежит вперед GT. Неплохо так пробивает, но есть фласка. Баттлхангер разбивает фласочку сразу. Теперь уже проблемы начались у нас у Бистмастера. И Бистмастер, скорее всего, погибнет сейчас. Да, 1-1. КК забирает фраг. И я бы сказал, что линия снизу, в принципе, отбивается. Да, Огры забрали на ФБ, но дровка фармит. И Икспу получается. И Икспу получает. И Икспу очень мало, Джей Шторм. И опять же, Лина. Бистмастера там совсем задушили. Прям вот в отличие от дровки, ему прям закрутили гайки совсем плотно. Если сейчас он еще раз умрет, будет очень плохо. Да, снял с себя Баттлхангер, забрал крипочка. Но тут линия пушится. Пока что мансует под тавром. Может себе позволить. Очередная пачка крипов пришла. Ну, Акс просто вот так вот взял, вывел, закрутил, быстро завертел. И с Линой сейчас продолжит душку. Так, на центральное время 16 на 6 уже, Андерлорд. И 11 на 2. У нас стэмпларка немножко подпросела, но не сильно. Не сильно, в целом все нормально. Опять Бистмастер душит за вышкой. Опять он вообще ничего не может сделать. Он просто отдает этот тавер и при этом еще вынужден убегать. Акс уже зафармил свою пачку. И просто спокойно идет. Ой, кака, там под замедлением, конечно, накинули на Бракса батлхангер. Но тут крипы как бы, нужно быть аккуратнее, линия. Как бы не погибнуть. Крипы приводят на кабана в печальное состояние. Его нужно зарубить, что и делает Бракс. Бракс там как-то окольными путями возвращается обратно по тавру. Бракс не получает вообще ничего, потому что все крипы умирают от вышки. Он даже не получает экспы, он прям получает ноль на этой линии. Просто зеро. Ой-ой-ой. Так, ну его продолжают здесь искать. Очередную пачку на крипов на себя забирает GT. Уже на помощь летит. Нет, уже не летит сюда. И сбили, сбили шейкеру телепорт. А так мог бы забрать Лину на самом деле. Но ТП сбит Огром. И, кстати, Огра за это особо и не наказали. И дровку тоже. Вот сейчас Бракс хочет получить немножечко. Икспы и крипов, наконец-то. Кабан мансует. Лина в это время динается, чтобы вернуться обратно. Угу. Так, а Бракс довольствуется этой пачкой. Но больше он крипов здесь не увидит после прихода Лины. Вот как только пачка закончилась. Ну да. Баттлхангер. Акс специально ждал еще, пока криповчик упадет. Чтобы подольше Баттлхангер проработал. Кстати, Лина не приходит. Лина решает оставить Бистмастера все-таки. Да, но старт у Бистмастера, мягко говоря, запора. 1100 Нетворса против 2200. Акс забирает всех крипов Бистмастеру чуть сложнее. И вышка там уже пробита. И Лина теперь может сейчас походить, побродить, что-то поделать. Но пока вот держится внизу. Там что, стакнет, возможно, сейчас для мидера? Вот тот ближайший кемп. Правый. Для темпларки? Это темпларка. А, это темпларка. А, господи. А Лина пока что на линии стоит, получает экспой, я так понимаю, да? Окей. Да. Я почему-то думал, что, возможно, там какой-то стак и так далее. Ну, потому что обычно так и происходит. А здесь темпларке очень тяжело стоять. Она просто уходит в лес. Оставляют линию для КК. Будет сильная Лина, будет послабее темпларка. Но лучше, чем... Бракс под баттлхангером третьего левела. Горит. Он что-то горит просто, да, и погибает. Фортификейшн использовал, и все, и ничего не сделать. Вот так вот. Лина на центральной линии. Короче, верхняя линия за Аксом. У Бестмастера прям супер плохо все. В миде ситуация не самая лучшая для темпларки, но отдали линию, линии темпларка фармит леса. А снизу терпят. Отличный сайланс. По трем героям нужно сейчас попытаться отступить. Это непросто, но фиссуры уже нет. И все, терпят нормально. Абсолютно нормально IG вдвоем, стиснув зубы, но 2000 нетверса у дровки больше, чем у морфа. Молодцы. Да. Так, ну что, ночь на дворе, и мы видим, что темпларка не собирается возвращаться обратно на линию. Продолжает фармить и левый треугольник стакает себе, и древник крипов. Это Лина как раз таки важен. Что ты будешь делать? Ладно. Смотри, Лина желтая. Я издалека, знаешь, это, у меня, видимо, дельтонизм. Ты же желтый и синий? Дельтонизм. Я такого дельтонизма не знаю, это реально уникальный случай. Так, сюда в миде вышла КК, пробили немножко Найна. На помощь прилетает Фир. Есть там, по-двоему, кстати, попадает неплохо. Аркейн Руну в наличии, да, я так понимаю, у Лины сейчас. Ну, блин, там может кастовать, да, когда тут прогулялся. Ну, нормально, он там пофармил немного. Постакал. Он получил кучу экспы, он постакал, да, Темпларка возвращается. Прям очень гибко действует Invictus Gaming, они и тут, и там. Стан внизу закидывают. КК, кстати, спина выходит сейчас. Морфинг достаточно битый, и сейчас его могут забрать. Да, залетает Стан, Драгонслейв. Нет, мана на Драгонслейв, но с руки просто забирают. И Музу тоже нужно отсюда уходить. Да, уже там не было ресурсов на перекачку. Да и перекачивается не так быстро, как хотелось бы. В итоге минус Фир. Эмма. Сейчас может Фира забрать. Фиру нужно бежать. Найн хорошо здесь заблочил. Эмма немножко в ответ наполучал, но в целом ситуация для него нормальная. Все ловушками обставил. Его теперь здесь так просто не взять, не обойти. Может и фармить леса, и приходить на линию. Короче, нормально. У Темпларки ситуация выправилась. Да, мы видим, стаки имеются также, я так понимаю, на территории команды G-Storm. Которую может Найн сходить забрать в лес. Что интересно по айтем-билду будет у Акса? Через что будет играть? Уже фейзы имеет, да. Вот смотри, как интересно. Получается, у нас оставили Бестмастера против Акса, и он не всплывает. Акс реально держит и даже увеличивает разницу. А оставили там какую-то Темпларку. Вроде бы она чуть просела, но проходит пару минут, и все, и она уже на одном уровне. Вот как-то очень круто IG-комбэк у героев, которыми отстали, не дает сопернику сделать комбэк при этом. Вот просто Акс уводит всех хрипов, там Бестмастер под вышкой. Ой-ой-ой. Найн получает стан, взорвался на трэпе, было замедление, хорошее Найна, могут забрать. Буквально еще один удар. Найн погибает, несмотря на то, что прилетел Фир на защиту. Кака хотя бы на развороте забрать, Найн заберет еще, скорее всего, Фира, хотя фиссура неплохая. Отгораживает Эмма. Еще одна ловушка. Ну, почти отгородил, но оставил вот этот проход, и Эмма на самом деле тут всем лицо разбил, и Шейкеру, и Личу. И на самом деле вот эти ловушки, которые он заранее поставил, ведь ловушки, если долго стоят там, они гораздо эффективнее. И замедление, и урон, и за счет этого Андерлорда забрали, и всех пробили, стянули. Короче говоря, просто Мид сейчас приковывает все внимание, при том, что наверху Акс продолжает от Бестмастера отрываться, я вот так смотрю. Да и дровку оставили в покое на линии, там, противостояние просто против крипов, и дровку уже второй Нетворс имеет, и скоро догонит, я думаю, Акс, и перегонит. А, Тамбларке очень приятно под дровкой. То есть обычно у нее проблемы со скоростью атаки, да и она не так, что больше очень нужна, потому что у нее тычки мощные. Там на GT атака будет, сейчас есть Праймал Рора. Да, так, нужно уходить. А, нет Таймал Рора, нету, простите. Потрачен, да, где-то был. Но все равно здесь могут его забрать, помощи нет. О-о-о, вот так все просто. Не было ястреба на разведку, ничего такого не было, Вижна нет, и Акс без проблем улетает. В это время у нас Эмма выфармливает здесь крипов. Да, Эмма еще сильнее поднимает свой Нетворс. То есть он уже всплыл на третью позицию, на вторую, и теперь начинает догонять Акса. Очень много зафармил. Да, как-то странно получилось. То есть Бист, у которого есть Рор и Ястреб, он приходит гангать Аксы без Рора и без Ястреба. Так, как там дела Уму? Уму пока что не очень. У него два Врейсбэнда плюс масочка, наверное, на лайфстил, и на этом пока что все. Довольно скудный фарм, есть Саленс, выходит на него. Сейчас начинает расстреливать. Успел перекачивать. Да, перекачка в силу, забрать сложно. Так, вот выход на этот раз на Акса, и в этот раз есть Рор, и вчетвером забрали, красавцы. Под Баунти Руна. Ну, странно здесь Акс, что под Баунти Руна он никого не заметил. Тем не менее, две Баунти Руны с одной стороны, две Баунти Руны с другой стороны, плюс Акс, что является хорошим фрагом. Но это не отменяет того факта, что Акс очень круто одет. И от этого Акса сейчас могут быть большие проблемы. Эмма забрал себе Руну двойного урона уже в миде. Нападение на Найна. Найн получает плюху, страхует Мус. Фиссуры хорошо. Как больно. Как же больно ему здесь залетает. Да, и мы видим, что Эмма будет играть через быстрый блинг. Без изоляторов и так далее. Там достаточно много денег уже на руках. Дровка, как и говорилось, вот буквально, наверное, минута времени прошла. Она уже почти 200 надворца имеет и вплотную приблизилась к мидеру своей команды. Найн, лагуну ему просто. Ох, все вкастовали. Даже как Аня стал станчик давать, на самом деле, и замедлением не попал. А здесь уже Мус, если что, подстрахует. Питов Мелис. Хорошо, станом не попадает КК, попадает Драгонслейвом. Ну что, неужели до конца пойдет? Да нет, но слишком нагло. Слишком нагло здесь действует КК, его нужно наказывать за такое. Да, но его не наказывают, какие страшные. Чайник полетел, отличая в итоге только по одному КК попадает. КК попадает еще одним станом. Мусп не попадает фиссурой, попадает только по флай-флаю. КК выживает в итоге. Он еще на развороте сейчас может попасть станом, но нет. Вовремя уходит отсюда Шекер. Нужно бежать также и Дроу Рейнджер. Кривая драка. Что-то вообще происходит. Симфония, знаешь, Симфония Фэллс какой-то произошел у нас, потому что, ну, не знаю. То один занаглел, зашел далеко, его не наказали. Этот не попал станом, этот вернулся. Ну, Джей Шторм прям самым странным образом не попадали. Если IG просто не дотягивали зачастую. Все это время Акс, находящийся сверху, фармил. Он зафармил себе 5200. Страшно представить, что вообще этот Акс может вынести. Темпларка, которая, как мы видим, в начале шла не очень и все еще отстает. Вот, но она идет хотя бы в этом темпе и приблизилась к нужному темпу. Ты мешала Акс? Это да. Что, от какого от... А я имею в виду от среднего графика. А, окей. Темпларки, которые нам выводили Лина. Внизу нападение на какая есть фиссура. Ну, Лину заберу. Вчетвером, опять же. Так, ну, Блинк Даггер подъехал для Эмма. И самое время, возможно, подраться, кого-то погангать. Заходит в чужой лес. Максимально агрессивная игра, то есть не через Дизоль, а вот как раз-таки через Блинк. Так, опять же, аура дровки плюс баф от Огромага. Скорости атаки с урки очень много. Акс ходов дефайнс. Ну, Аксу скоро тоже Блинк понадобится. Инициация тут нужна. Тир-2 заберут сверху. Параллельно фарм вражеского леса. Дровка ШБ. Да, все, Тир-2 здесь. Тауру заберут. Тауру заберут, да. И защищать даже не собирается его сейчас Джей Шторм. Джей Шторм в это время фармит свой правый треугольник нижний. До Аганима Марфу еще далековато. То есть у него 4200, это как раз стоимость Аганима. Но мы понимаем, что там бант плюс какой-нибудь сапог, что-нибудь еще. Так, находят. Угра. Это Оли. Оли попадает в Пит оф Малис. Синистер Гейс. Фессура. Еще раз Пит оф Малис срабатывает. Продает, продает Угра. Нет смысла, за него было как-то впрягаться. Акс в это время возвращается обратно. У него 1900 уже на руках. Скоро появится Блинк. Если сейчас его не подцепит Бракс. А, Бракс как раз таки пустил птичку. Птичка, к сожалению, прилетела. Акс, по-моему, быстрее намного, чем Бисмастер там. У него призы. Так, так, так. Нужно за елочку прятаться. Хорошо. Еще один Кабан. Джей Ти опять всех обманул. Улетает отсюда. Опять нет вижена никакого. Эх. То есть Джей Ти сейчас, вот за ним бежало 4 игрока в течение нескольких секунд. Несколько десятков секунд, я бы даже сказал. Кака здесь просто развлекает Морфа. Короче, все развлекаются. Но только в отличие от... Сейчас, возможно, Морфингу будет не до развлечений. Да. Но он в таверне развлекаться будет. Короче, Акс просто ушел от четверых. А Морф гонялся за Линой и умер. Прям супер-мега-неудачный отрезок. Вот мне это напомнило отрезок от Гамбиты ГПК. Когда он там на хосте пришел, трех развалил. И после этого игру смогли очень быстро закончить. Здесь нечто подобное. Супер-неудачный отрезок, с одной стороны. Вот сейчас драка важнейшая. Фиссура. Хорошая залетает. Сбили щиты АМА. АМ отступает. Хорошо. Флайфлайу тоже нужно отойти, наверное. Позиция дурацкая. Здесь враг уже занял оборону под вышкой. Тем более до этого такой отрезок крутой. Можно просто аккуратно отойти. Еще немножко пофармить. 5 тысяч преимущества есть. И развиваем его дальше. Да, ждем появления блинка у Акса, чтобы была опция самим идти врываться. Как-то кого-то на себя колить. Просто представляешь, дизоль появится у Тэпбарки. Какой урон будет. Дизолятор уже совсем скоро. Митрилхаммер есть. Остается еще один дофармить. Забавно, все еще висит квикбай второй в рейсбэнд. Да. До сих пор. Я тоже смотрю на это. А молоток не висит. Просто не убирает. Ой, дд. Да, это довольно быстрый ашан. Под дабл дамедж. Под мэлд. Тремя героями. Настолько дешево этого рашана. И при этом настолько быстро его забирают. Да, скорости атаки очень много. Вот давно хотелось сказать об этом. Я не знаю, как закончится эта игра, но здесь хотя бы видна задумка. Вот они отдали морфошейкера. Но в целом понятно, что они отдали морфошейкера, но взяли такой темп и настолько жесткий урон физический, что могут просто успеть сломать все этому морфошейкеру до того, как появится аганим. А здесь он вообще пошел еще и... Да, и я вспоминаю ту самую игру. Я как раз помнил ту игру, где проиграл морфошейкер. Там как раз-таки был тот самый момент, когда вместо быстрого аганима он решил себе собрать там какой-то... По-моему, то ли манта ставил, то ли что-то такое начал фармить. Какой-то промежуточный, в общем, артефакт. А к этому моменту уже база упала. Как бы не было комбинации как таковой. Ну вот здесь стоит задуматься. Здесь еще такой вопрос, что не все зависит от него. Возможно, он собирает яшу и манту, потому что к этому моменту... Вот почему. Потому что вот это вот, это не тот шейкер, в который ты хочешь превращаться. У него вообще спилов нет. У него третий афтершок и первый тотем. Это очень печально. Шейкеру нужно уровень так, ну, 13, наверное, чтобы морф себя комфортно... Но проблема в том, что к этому моменту сейчас ребята из команды IG просто закончат игру. Они просто пойдут понизу, сломают ТВРА и как бы сломают вон в сторону. Ну, посмотрим, посмотрим. Здесь есть андерлорд, есть всякий отспам. Ну, хорошо. Будут пытаться отспамливаться. Все-таки J-Storm тоже понимают, к чему это все идет. Морф фармит, шейкер там где-то икспу будет получать. Ну, вот он в дезолятор. Дезолятор уже готов. Внизу находится Бракс, внизу также Мус. Сломали. Крепочка, Ястреб висит, есть Вижен, хорошо. Смог от Огры, но пока только куплен. Бегут, бегут, бегут. Да, ну, там Вижен имеется, прекрасно видят, как идут IG. Сейчас J-Storm и отступит, наверное. Стаке. 11-точельник сделан. IG идут забирать фарм на вражеской территории как раз под нулевую секунду. Так, нападение на КК. КК попадает станом, получает фиссуру. Бракс, потратили Праймал Рор и... Акс бежит, Акс бежит. Ух, Слэм еще вкастовали. Ух, как много. А в это время подкраулили Найна. Мультикаст и Найну очень быстро забирают. А вот он и Акс. Акс здесь накинул батлхангер. Погоня за Шейкером. Шейкер пока что мансует здесь за елками. Заряжает Тотем. Тем временем забрали у нас Лича. Да, и сейчас попытка улететь. Сбивает Блингдаггер Кабан. За счет этого удается сделать телепорт. Но как же быстро лопнул Андерлорд. Это мейн танк команды G-100. Там такая бешеная скорость атаки у Эмма, что посмотрите, как много урона. Посмотрите на дровку. Дровка без бафа, по-моему, у Громага, да, стреляет просто так. Ну да. Да. Между прочим, Андерлорд это как раз тот герой, за счет которого должны были мешать пушить там и отспамливаться. Если он в таверне, все очень плохо. Они сейчас забирают Тир-2, они пойдут тут же по нижней линии. Тир-1 уже в принципе можно не дефить. Там еще ДД лежит, который неплохо бы забрать сейчас темпларки внизу. Алина уже работает над датпушем там в верхней линии. То есть вообще ничего не дает. Но правда Лина сейчас подставится может? Ну да, как она должна забрать или нет. Он в Шадоу Амулет спрятался. Вот это гений. Он успел уйти в Шадоу Амулет. Так, еще один стан на стан. Что происходит? Опять уходит в Шадоу Амулет. Так, ну ладно, в это время падает Т-2 внизу. Флай-флай в инвизе бегает в Шадоу Блэйде. Нашли Муза и Муз погибнет. Да. Легчайшая. Джей Ти даже ничего не делал, просто заколил. Минус Тир-1, минус Тир-2 уже 11 тысяч. Пайп готов. Морф там даже, по-моему, еще без Яши. И что самое ужасное, Шейкер. Ну да, Морф идет в банку. Да, да, да. Потому что Шейкер... Морф-то 11, а Шейкер как был там 7-й, так может быть 8-й стал, но слишком слабый. Да, 8-го уровня. Это очень-очень мало. Не имеет смысла сейчас покупать Аганим. Вот нужно еще как-то перетерпеть. И вот сейчас IG ни в коем случае нельзя закидывать, как они делали. На прошлой карте они идут гонгать Морфа. Флай-флай уже здесь. Да, сейчас будет Саленс. Начинает расстреливать у нас Морфингов. Врывается Акс, колет на себя. И Морф погибает, не дособирав себя. Ну там Яш, по-моему, влетел ему, да? В курьере. Да, Яш есть уже, да. Яш есть. Яш есть. И уже задел есть на манту. Но это все, в общем-то, не так важно. Эмма опять. Эмма опять прятался. Бракс с 2-3 ударов разваливается очень быстро. Ой-ой-ой. И это еще плюс деньги, плюс преимущества. Таверов внешних не имеется. Теперь только на хайграунд одновременно пушатся центральная линия и верхняя. И нужно как-то это все защищать Джей Шторм. Такое ощущение, что, не знаю, в прерыве между квалификациями мейнером и мейджером это единственная команда, которая прям тренировала. Там контролят Эмма, но вообще ему плевать на все. Эмма идет вперед, забирает у нас сейчас Лича, погибнет сам. Но это опять же Аегис, который и так пропадал буквально через 30 секунд. Там сверху уже дровка пушит, начиная терпение. Ой-ой-ой, Акс врывается очень хорошо. И забирают нас Морфинга, который только что буквально вернулся из таверны. В это время погибает Мус. В живых остается только один Найн. Его тоже расстреливают. Найн тоже отправится. Ну, отправится. Отправится. Отправится в таверну. Это, можно сказать, тимвайп. А сверху он, линия падает. Да. Да, это игра уже просто. Вот насколько же IG в крутой форме. Я не знаю, что они делали вот в этот перерыв после квал, что они делали перед Майнером. Но они прям настолько круто потренились и чувствуют, имеют, у них все получается. Во всяком случае, на уровне команды J-Storm. Ну, тем не менее. Это уже вот они практически одной ногой в верхней сетке. А верхняя сетка, это уже не последнее место. Это уже хорошее количество очков. И с такой игрой, я уверен, они могут подняться в топ-6. Там, конечно, есть сильные команды типа ЕГЭ, типа ТНС, с которыми так уже не получится легко. Но, тем не менее. Но пока все очень легко для команды IG. Здесь 17 тысяч. Не забрали Т3, поэтому нет возможности выйти как-то на святыню еще позабирать. Но, ладно, не страшно. Так, что в это время G-Storm будут делать? Смог бить? Да. Я думаю, что это может быть последний смог. Не исключено. Там пика уже подъехала также для Fly Flyer. На дровке. Ну и мы видим статистику по морфингу. Да, неутешительная. Очень печально. Развитие у морфинга остановилось. На одном уровне. Плюс-минус. Ну, в принципе, вот эта игра может в очередной раз доказать, что морфошейкер не проигрывает. Ты можешь обыграть морфошейкера только если ты, как бы, закончил игру до него. Так, ну, ответный смог от команды IG. Могут поймать опять Му сейчас. Да. Здравствуйте. Врывается Акса, врывается Эмма. Как же быстро забирать морфинга здесь без шансов на выживание. Абсолютно. Хорошо так всегда. Там еще и линия пушится, как бы. Сейчас крипы подойдут, и не будет бэкдора, и могут забрать Т3. Курьера чуть не забрали, но не забрали. В общем, как-то прям чувствуется уверенность в своих действиях. Очень хорошо раскидываются пылы, ничего не стакают. Все по таймингу. Падает R3. Ой, хороший Найна на лоу-граунд. Стягивает под стан Лины прямо, но... Нет, забрать его сложно будет. Как же красиво. Да, комбинации просто шикарные проворачивают IG. Здесь нечего сказать. Забрали Т3. Теперь можно позабирать святыня. Там еще взрывается трэп, и это Крипочков заберет здесь КК. Должен, точнее. Полная душиловка. Законсервировали на базе Джейшторм. Они просто не растут. Ой-ой-ой, КК в Шадоу Блэйде видит Бракса. Бракса получает стан. Это сейчас, возможно, будет, ну, не соло-килл, наверное. Соло-килл? Даже соло забирают. Акс даже не стал колить. Отменил колл. А опять начинаются рофлы. Ну, то есть он, типа, отменил колл для того, чтобы КК, ну, точно, соло-килл получил. И, типа, чтобы, ну, да, я в соло мог его забрать. Но он, на всякий случай, подконтролил. На самом деле, настолько вот уверенный Invictus Gaming. Все отлично, стягивает красиво. Акса пытаются как-то профокусить, но... Да, я знаю, там форстафы, как бы, есть чем подсейвить. Команда за спиной. В это время дровка все правильно делает, забирает строение. Кстати, великолепный айтем билд и от дровки, и от Лины, вот именно с точки зрения ловли, эти два Shadow Blade очень сильно помогают. Так, подстанили здесь Фира. Врывается колл. Акс, отлично, погибает Фир. И Акс все еще живет. Теперь проблема у нас у Шекера. Шекера тоже не отпустят. Ну, просто по одному сейчас умирают Джей Шторм. Нет никаких вообще идей, нет никаких комбинаций. Найна расстреливают, есть байбеки, Найн погибает. Шекер летит, получает саленс. Я не знаю, это уже фит. Да никаких шансов. Они так кидают сплы, что они даже в этой ситуации не дают ни единого шанса. Понятно, уже огромное преимущество. ГГ пишет у нас Джей Шторм. Я просто уже засмотрелся на вот эту, знаешь, симфонию скиллов от команды IG, что даже не заметил Good Game. Ну, то есть Джей Шторм, может быть, надеялись, что будет какая-то микро ошибка, как в прошлой игре. Но в этой игре они сделали все, ну, просто вот идеально. Не подкопаться. И мне очень понравился. Единственный момент, где такое ощущение, что были шансы, это самое начало. Ну, как они сделали? Они темпларку куда-то в лес сместили, лину поставили, сверху ровно столько были, сколько нужно, снизу затерпели против троих. Вот эта вот гибкость в начале, это было очень круто. Ну, а дальше уже все. Дальше только студиоаналитики остается рассказывать, какие они молодцы. Зачем вы все рассказали? Что теперь им нужно будет говорить в кадре? Господа, пожалели бы. Я надеюсь, есть что вам сказать. Ведь нашим зрителям есть что сказать, и они могут эти мысли в письменной форме отправлять на сайт dota2.ru.gg. Там вы оставляете экспертное мнение, там вам на это экспертное мнение отвечают, и там вы по поводу этого дискутируете. Обязательно переходите по этой ссылке. Итак, господа, что же это у нас получается? Invictus Gaming у нас разрушители мифов. Они сегодня доказали, что Night Stalker может проиграть, что связка Shaker Morph могут проиграть. Прямо вот такие вот новаторы, изобретатели тех самых драфтов. Победители минора, между прочим. Прояви уважение к ним. Уважаемые ребята. И первое, что они делают, когда играют с Morph'а Shaker'ом, они не ставят Shaker'а на четвертую позицию. Тогда у Shaker'а есть левел, тогда у Shaker'а есть сплэ, тогда Morph берет тотем левел 4 и бьет 2000. А здесь, но он даже не стал собираться гоним из расчета, что типа, ну, а в кого превращаться? Смысл? Ярослав еще сомневался в Templar'ке сильно. Я сомневался? В смысле, я наоборот говорил, что... Чем я закончил аналитику, что Templar'ка всех убьет? Ну, на самом деле, всех убил Axe, но Templar'ка тоже помогала, прямо скажем. Нет, тут Элина, то есть, много чего сделал. Какая, опять же, забожил. Ну да, но тут просто ты смотришь на пик J-Storm, в принципе, ты понимаешь, как он будет работать, если игра будет равной, вот она там минутка 30, и такой Morph, у которого аганим, БКБ, да-да-да, все очень интересно. Но в остальном ты смотришь на этот пик и понимаешь, что Morph фармит, Shaker 4-ка, герой без урона, который не может пойти на какую-то линию, загангать практически, ну, все мифы и легенды, что такое вообще может произойти. Там, Underlord, это тоже герой статичный, он просто стоит линии, отпушивает, и как-то вокруг только Бестмастера можно поиграть, и что-то попробовать там с Бестмастером, возможно, сделать какой-то фраг. В то время как у IG Axe нападает плюс один любой, там, любая помощь, это фраг. Templar'ка в соло людей убивает, Лина практически в соло убивает, Огар поможет любому герою сделать фраг. Потом там даже и Дровка купил такой билд себе, с которым и она может делать даже в соло фраге, то есть Shadow Blade. И вот они по всей карте тебя просто гоняют, везде убивают, а все, что ты можешь сделать, ну, как бы, ты слишком мало можешь сделать. Вот у тебя на карте противник видит Бестмастера, вот он просто где-то на карте палится в данный момент. Все, они нигде не боятся. Они понимают, что они могут умереть, только если Бестмастер будет где-то рядом. А Бестмастер тоже, он же, у него МС, к сожалению, не супер большой, блинка у него там нет, он толком и напасть не может. Сколько раз была ситуация, когда Бестмастер просто за кем-то гонится, и герой убегает. Ну, как бы, много раз. И в итоге, просто такой беззубый пик. И очень сложно таким пиком сыграть, чтобы, ну, вывести это все дело в тот самый мид, там, какой-то лилейт гейм, где твой морф шейкер, там, начинают работать. Поэтому именно и казалось, что тут и Темпларка, ну, вон, 15 тысяч, она просто вырастет огромной, потому что ей никто не будет мешать, потому что ей невозможно помешать. Тут некому мешать. А даже если ты каким-то образом сосредоточишься на том, чтобы Темпларке помешать, да, просто у тебя Бестмастер, там, три смоков возьмет, все три нажмет, возьмет с собой еще, там, двух героев, чтобы, может быть, ее убить, кстати, может и не убить, то ты, очевидно, отпустишь очень сильно дровку, отпустишь Акса, и Какао вот этот, который такую четверку отыгрывает, супер какую-то всегда нафармленную, тоже Лина будет с большим количеством предметов, как и было здесь, которые тоже, на самом деле, доставят огромное количество проблем. То есть у IG и пик, как бы, поярче, и самое главное, ну, исполнение, на самом деле. Ну, они просто намного лучше. Это прям видно, они в любом моменте просто все делают лучше, и все. Ты сегодня говорил, что показали крутую стратегию, ребята, с первой студии, с первых двух матчей, где там дровка была плюс Хускар. Параллели нашла, типа, что здорово. Но ведь Стэмпларка ничуть не хуже, так как у нее стандартные закупы, это там что-нибудь, Дизоль, Даггер и так далее. То есть ноль слотов на скорость стаки. А если у тебя бегает Огрмак, прямо нажал фоллоу за ним, и кидает бубласты, плюс ауэродровки. И тут ты смотришь на ДПС этой подруги, из Мэлды, там за вот стан Огрмана, она реально носила партущую рону, без проблем в андерлорда в мели. Это как бы уже стоит задуматься на тебя, может ли ты вообще впитать такое количество хоть каким-то героям? Никаким не сможешь, скорее всего, но пока нет БКБ, должны быть просто персонажи, которые ответят, то есть, ну, в размен что-то дадут. А тут даже нечем в размен дать, тут нет урона. Бестмастер-герой фактически без урона. Лич, ну, он такой пятерка, что с него вообще взять? Ну, у него какой-то урон есть, но там тоже немного. А андерлорда, он наносит, как бы, урон медленно. Ну, можешь просто брустануть никого. Поэтому, ну, тяжкий, тяжкий пик. Таким пиком нужно быть прям очень серьезной командой, чтобы таким пиком уверенно играть, потому что нужно все очень грамотно делать, как-то вообще находить моменты, там из ничего их создавать. Штарм явно не такая команда, и они поэтому просто сливают эту игру в салат. Так и есть, Ярослав. А вы пропустили интересную информацию. У нас же проходило голосование по клэпам. Most Voted Player играли. И это Бракс. Наверное, Брэйкал. Поэтому это и неинтересная информация. Я сам за него зажал все свои, которые у меня были, чего уж там. Хотя Путш тебе не понравился. Ну, это Путш. То есть не зависит от того, как он плохо играл или нет, это все равно Путш. Путш уже подмечали в аналитике, что чаще поклэпают, если хуком промахнулся. Наоборот, поддержат человека. Не расстраивайся, ты в следующий раз обязательно попадешь. Да-да-да. Так это же старт игры был. Типа No Tips. И просто заезжает от всех. Отличная идея. Давай к сладенькому, не? У нас конкурс Косплея. А ты уже хочешь конкурс Косплея? Я жажду. Я жажду. Так давайте посмотрим работу, которые нам были присланы, и выберем лучшую.